Здравствуйте, в студии Аскар Басыров. Начнем выпуск с обзора мировых новостей. Пока все медленно переваривают информацию о повышении пенсионного возраста и гадают, смогут ли дожить до этого момента, одно из решений нашего парламента как-то осталось на втором плане. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности не поддержал законопроект о приравнивании доходов депутатов и сенаторов к средним по стране и рекомендовал его отклонить, сообщает ТАСС. Никто, конечно, решению не удивился. Кто ж себе самовольно согласится резать зарплату? Вот если бы повысить, тогда другое дело. Предложение, кстати, внес в конце апреля руководитель Справедливой России Сергей Миронов. Вот уж действительно хотел по справедливости. Правда, старшие коллеги из Совета Федерации инициативу не оценили. Вот, например, член комитета по регламенту Сергей Фабричный сказал, что повышенное материальное обеспечение членов Совета Федерации депутатов Госдумы обусловлено, цитата, природой деятельности парламентариев, обязанностью полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, сложности и интенсивность которой в современных условиях существенно возросли. Ну вот теперь все встало на свои места. Теперь каждый по достоинству оценит работу парламента, который в последние годы работает настолько интенсивно и на износ, что даже заслужил прозвище взбесившийся принтер. Законы принимают за законом, запрет за запретом, но работа еще не початый край. И свой хлеб депутаты едят не зря. Да и обсудить россиянам всегда есть что. Пусть и не в позитивном ключе.